Грузия 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 и Бенни Андерсон, и Анню Фрид Линстад. На мере створения группы все четыре детей были высокими популярными в Швеции музыкантами. Йорн Ульгу был участником группы группы, Бенни Андерсон – игроков на группе группы, Анню Фрид Линстад – она была джазовой спевочкой, и Анну Фрид Линстад – она была очень популярной в Швеции, у них было очень много концертов. На гастролях эти люди познакомились, стало так, что они познакомились, сподобались в родном и возникли такие семейные фары. В 1966 году встретились Бенни и Льон. Два молодых, абиційных парнях, которые хотели строить качественную, интересную музыку. Они начали работать на этом, но им нужно было развиваться. И в этом году им помогли Стив Андерсон, человек, который станет продюсером группы А. Он законовал Бьорну и работал в студии, в студии хор. Однако Бьорн сказал, что работал на ней только в Бенни, и в ней могло поделить одну садку на то, потому что Стив на тот момент мог платить обоих музыкантов. Мы начали достать музыку, и Стив Андерсон очень быстро пометив, что Бенни и Льон творили очень интересную качественную музыку. Они прекрасные молодости. Он очень много рассказывал им, слушая их творения. И когда хлопцы написали песню «Питом Митла», еще до этого он заказывал им создать песни, которые звучали английской мовой, а не шведской. Почему? Потому что он понимал, что английской мовой они могут превышать больше популярности, не только в Швеции, а и за ее межами. До того же Стив Андерсон заказывал порадок хлопцям и взять вокалистов в своем городе. Когда было вопросом выбирать вокалистов, то, конечно, Бенни и Бьорн находились на своих других половинах. Так организовывалась группа. Они представили эту песню «Питом Митла». И, кстати, они назвали «Бьорн и Бенни», а «Абонекта» и «Аннифри». Однако Стив Андерсон сказал, что это очень долго название, что он пытался ее поменять, он попытался создать акробу из первых витровых участников этого округа. Так и появилась название этого курса. Назва «Абба». Однако, за ирон, в том, что «Абба» использовала название, это название фирмы «Лис переробки рига». Для того, чтобы использовать эту название, новостроенному гурту надо было взять дозвольное использование этой названия. Мы пошли в эту фирму, попросили, им дозволили, но сказали, что нам не было сорвано за вас. И уже «Аббонекта» срабатывала все равно, я думаю, что им не сорвано. И это первый гурт из нас в «Абба», который первый включал на выпуск «Євробачення». Почему гурт пошел туда? Потому что «Євробачення» это был единственный музыкальный конкурс, где любой гурт мог показать себя и представить себя в комиссии. Именно участие в «Євробаченне» произошло в 1974 году. Они написали для этого конкурса «Песню «Вад и ровно». Они стали переможцами этого конкурса. Почему? Потому что в «Абба» и традиции в 80-х годах, а группы существовали в 82-м году мирового столетия, была такая традиция выполнивать очень молодые, поверенные письмные. В основном все спевали баллады. И когда на сцене появился «Гурт Абба», то есть письмой «Вад и ровно», до речи, высокоречного монтажа «Вишинг-дерегентом» «Наполовина». Они были у дужья справа в письмах и они заспевали очень энергетические письмы. Извичайно, что публика была шокована, приятно, шокована, она просто не ожидала такого выполнения и одноволосно все голосовали за «Аббу». И с того часу началась их зверховая карьера. Они были, может, в частности, турнеры и группы, однако и Стик Андерсон, и «Гурт» выяснили, что им подходит в Америку, для того, чтобы про них узнали больше. И лише Стик Андерсон, по-речи, им сказал, что «Я правительство в Америке, если у вас будет планированный диск». И им довелося читать на курт почти 6 лет. Лише в конце 1979 года был один тур в Америке. Тур был надзвичайно успешным. Они собирали несколько десятилетих зали, и им довелося повторять программу концерта. Однако, стало так, что этот, до речи, единственный тур в Америке стал в начале концерта. Было так, что жена, что поменена этого курта, она больше спрямовала свою силу с семьей, им хотели быть дома. Хлопцы хотели славить. И в них произошло непрозумение в группе. И это произошло до того, что двое двое случилось. Непрозумение было и с Стивом Андерсоном. Эта обстановка произошла до того, что Докурт через некоторый час прекратил свое существование. Начали после обучения, что несколько лет они выступали до того, что в этот время очень молодой писали и было трудно ее выполнить, что чувствовали. и и в 1982 году после чернового турне группа не проголосила, что она выполняет свое существование. Она перестала писать новые песни. кто скажет, что они слышали, что они просто хотели общаться такими зерками. первое, этот четвертый «Хоризон» собрался уже в 1990 году. Они собрались в Лондоне для того, чтобы увидеть премьеру мюзикла «Мама моя». Этот мюзикл был создан на песнях «Абби». Этот мюзикл был создан для того, чтобы песни «Абби» можно было снова слушать в живом консультации акции «Акторы». Она пробыла на корз sprawе в разных местах и на сцену после завершения песни вышли в серии этой мюзикл «Абби» «Абби», «Абби» «Абби», «Абби». и у всех было только одно вопрос – «Чи объединится АББА снова?». Они не коментуют это никак, и поэтому шангальники не знают. Шангальники сподобаются, что то лист, что станет так, что АББА снова появится на сцене. Но за такими музыками я повторюсь, у шангальников есть возможность слушать эту музыку. Ну а у нас с вами тоже есть возможность остановиться с песнями АББа в выполнении симфонічного оркестра, который сегодня представлен совсем по-другому амбула. У вас была разработана голосальная работа для того, чтобы создать для вас это действительно прекрасное шоу, которое сегодня происходит на сцене. Я желаю вам приятного вечера, и начнем мы нашу программу из песни АББА «ДИМИ ДИМИ». Выполняет академический симфонічный оркест директор Харковской филармонии за дергетским пультом Юрий Белко, солистки Катерина Бузукла и Юлия Раскевич. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА